Я должна заплатить. За август? Да, хотя я каждый месяц плачу, все нормально. Это что за нереальная сумма? 16 тысяч. Елена Тимофеевна не только каждый месяц исправно платит, но и передает показания счетчиков. Поэтому откуда долг в 16 тысяч рублей? Перед ресурсоснабженцами женщина не понимает. Инициативные жители дома по улице 60 лет образования СССР решили перейти на прямые платежи, чтобы не платить посреднику, управляющей компанией «Новый город». Сделать это планировали с декабря. Поэтому, когда пришел перерасчет за август и сентябрь, Елена Тимофеевна удивилась. Но не так сильно, как когда увидела сумму в платежке. Я плачу деньги. Честно, каждый месяц с получки сразу бежишь, платишь. И вдруг такое вот приходит. Это же нереально. И вот куда теперь ехать, куда разбираться? Куда разбираться, не понимают ровным счетом все жители дома. В управляющей компании им говорят, выясняйте у ресурсоснабженцев. Те, в свою очередь, советуют пойти с вопросами в УК. Но квитанции, по их мнению, следует оплатить. Мы концов найти не можем. С Новым городом? Да я не знаю. То есть я позвонила, даже сегодня утром, спросила про документы какие-то, чтобы предоставили. Они мне объяснили, что у них прием населения ведется во вторник. Однако в Новом городе, поясняют, они пошли жителям навстречу и уже сделали перерасчет. Вычли то, что жители заплатили новому городу. Оставшееся то, что люди должны СГК. Однако расхождение в суммах все же есть. Но тут уже вина не управляющей компании, а ресурсоснабженцев уверяет в Новом городе. Там есть работа с ресурсоснабжающей организацией. То есть ресурсоснабжающая организация, прежде чем выставить собственникам квитанции, с управляющей компанией не запросили данные о приборах учета у собственников. Соответственно, начислили собственникам по нормативу. Сейчас вся эта информация уже запрошена у нас в управляющей компании, ресурсникам. Передана им для осуществления расчетов, корректировки. Насколько нам известно, то есть им будет делать перерасчет. Однако жильцам лучше проконтролировать ситуацию и при необходимости приехать в офис и написать заявление на перерасчет, говорят сибирский генерирующий. Впредь же показания счетчиков передавать через личный кабинет на сайте. Адрес увидите на экране. В свою очередь переход на прямые платежи только упростит людям жизнь. Главное вовремя разобраться в ситуации. Ирина Денисенко, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости.